Я читаю главу двенадцатую из второй книги царств. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, — Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, — Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, — Я помазал тебя в царя над Израилем, и Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лона твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало прибавил бы тебе еще больше, зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло перед очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом? Жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом амманитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня, и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, — Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану, — Согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, — И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтоб поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что младенец умер. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же, скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое? И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя, и сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтоб подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб? И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. И послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Едидия, возлюбленный Богом, по слову Господа. Иоав воевал против Раввы, Амманицкой, и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему, я нападал на Равву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему. И собрал Давид весь народ, и пошел к Равве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигальные печи. Так он поступил со всеми городами амманицкими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.